Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Сейчас самое время. Тессия 17 и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Теста принимает решение прожить всё, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения, но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все её планы. Хорошие дети не плачут. Шестиклассница Акки – настоящая хулиганка. Она любит футбол, дерётся с мальчишками и ничего не боится. Ничего кроме любви. Однако, когда ей ставят диагноз лейкемия, именно любовь даёт ей силы бороться с болезнью и принять неизбежное. Жизнь прекрасна. Молодой преуспевающий журналист Адам готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьёт, ведёт здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть всё для счастья. Прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа. Но вот беда. Наполеоновским планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнаёт страшную правду. У него рак спинного мозга, с редкой мутацией хромосом, не поддающейся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью? Не сдавайся Энак, переживший клиническую смерть и потерявший в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель. И вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному. Дотучаться до небес Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счёт времени их жизни идёт на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наёмные убийцы. Они становятся грабителями по неволе. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперёд, навстречу своей судьбе. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!